У этой женщины много талантов. Она танцовщица, певица, актриса. И да, Элвис в юбке. Энн Маргарет Ульсен. Родилась в Тугольме 28 апреля 1941 года. Первые годы ее жизни прошли в маленьком городке Волшобен в Эмптленде. В 1941 году отец Энн переехал в США и хотел чуть позже перевезти туда всю свою семью. Но Вторая мировая война нарушила его планы. И лишь 29 ноября 1946 года Энн Маргарет с матерью приехали в Нью-Йорк. Девочке тогда было 5 лет, и она не говорила по-английски. Семья поселилась в Фокслейке, а позже переехала в Улмитт. В 1949 году Энн Маргарет стала гражданкой США. Как-то отец Энн повел семью в мюзик-холл. Красочное сказочное шоу поразило воображение девочки и определило ее дальнейшую судьбу. Энн стала всерьез заниматься танцами. Она оказалась талантливой танцовщицей и еще подростком принимала участие в постановках школьного театра, а также в ряде телевизионных программ Чикаго. Родители поддерживали увлечение дочери. Все ее костюмы тех лет мама шила ей сама. В 1959 году девушка поступила в Северо-Западный университет, но проучилась там недолго. Энн стала участницей музыкальной группы, солисткой, и выступала во многих ночных клубах Чикаго, Лас-Вегаса и даже побывала в Лос-Анджелесе. Там и заметил ее продюсер Джордж Бернс. В 1961 году Энн Маргарет заключила контракт на запись своих песен. И одновременно контракт с киностудией 20-й век Фокс. Рекламная кампания новоиспеченной певицы строилась на ее сравнении с голосом Элвиса Пресли. В буклетах так и писали – Пресли в женском обличье. А в 1962 году она исполнила одну из песен на церемонии «Оскар», что принесло девушке популярность и поклонников. Энн мгновенно стала кумиром подростков после фильма «Пока пташка». Голливудские боссы подавали ее как самую горячую молодую звезду – Голливуда. И Энн надолго получила прозвище – «Секс-котенок». После съемок в фильме с Элвисом Пресли «Да здравствует Лас-Вегас» Энн Маргарет называли женской версией певца. Менеджер Элвиса высказывал мнение, что Энн затмевает Пресли. О популярности Энн Маргарет в тот период говорят следующие факты. Журнал «Лайф» поместил ее фото на обложку, написав, что ее жаркие танцы почти заменяют центральное отопление в театре. Также Энн пела на частной вечеринке по случаю дня рождения президента США Джона Кеннеди в отеле «Олдорф Астория». К началу 1970-х годов Энн Маргарет отошла в кино от имиджа «Секс-звезды», завоевав репутацию серьезной актрисы. Фильмография Энн Маргарет включает такие фильмы, как «Дилижанс», «Тигр», «Пророк», «Познание плоти», «Грабители поездов», «Магия», «Кактус-джек», «Возвращение солдата», «Трамвай желания», «Дважды в жизни», «Старые ворчуны», «Старые ворчуны разбушевались», «Четыре угла», «Уйти красиво», «Метод Каминский», «Хэппи» и другие. А в копилке певицы Энн 30 музыкальных альбомов. Энн Маргарет исполняет музыку в стиле кантри, очень любимую среди американского населения. В 1967 году в Лас-Вегасе состоялся ее первый сольный концерт, где она пела вживую. За кулисами ее поддерживал друг Элвис Пресли, с которым она была близка до самой его смерти. В 1972 году во время выступлений на открытой сцене рядом с озером Тахо Энн упала с декорацией. У нее была сломана рука, скула и челюсть. Восстановление проходило в течение 10 недель. В это время певица находилась в полном покое, не работала. Несколько недель ей была разрешена только жидкая пища. Без вмешательства хирургов тоже не обошлось, ведь лицо было очень травмировано. В 1977 году умер Пресли. Энн тяжело переживала утрату своего друга. Через три месяца она приняла участие в съемках документального фильма об исполнителе. Поделилась также своими сокровенными воспоминаниями, в том числе рассказала о своем небольшом романе с Элвисом во время съемок фильма «Вива Лас-Вегас». У Пресли была традиция посылать букет цветов на все ее выступления на сцене. Так было до дня его смерти. В 2001 году Энн Маргарет, фото которой появлялись в прессе все реже, начала запись нового альбома. Стилистика его была необычна для певицы – церковные песнопения. Тексты из Евангелия были адаптированы и исполнены певицей очень хорошо. И она получила очередную номинацию на музыкальную премию и выиграла ее. Личная жизнь Энн Маргарет. У нее были романтические отношения с Эдди Фишером, одним из мужей Элизабет Тейлор, с Элвисом Пресли. После того, как роман с Элвисом был закончен, Энн Маргарет вышла замуж за актера Роджера Смита, который в дальнейшем стал ее менеджером. У Роджера было трое детей от первого брака, и Энн для них стала второй матерью. Роджер и Энн Маргарет были на редкой счастливой парой, хотя у них не было совместных детей. У актрисы также есть необычное хобби. Она обожает мотоциклы. В 2000 году Энн участвовала в съемках рекламы «Новые модели» и упала с мотоцикла. У нее оказались сломаны три ребра и плечо. Но это не охладило пыл Энн Маргарет. На шоу Ларри Кинга в 2001 году на вопрос «Кто самый сексуальный мужчина и актер?» Энн Маргарет ответила «Мой муж». Энн и Роджер прожили вместе интересную и яркую жизнь. Роджер умер в 2017 году через месяц после 50-й годовщины их свадьбы. Актриса продолжает работать до сих пор. Последнее участие на телевидении. Появление в сериале «Счастливо» 2019 год. Актриса продолжает работать до сих пор. Актриса продолжает работать до сих пор. Актриса продолжает работать до сих пор.